Красивые девушки, громкие тусовки и быстрые тачки практически всегда являлись неотъемлемыми атрибутами любого футболиста. Спросите хотя бы Джорджа Беста, который точно знал, как тратить деньги красиво. Но и наши парни бывают не промах. С вами, как всегда, о Спорте ТВ. А это эксклюзивный топ 10 самых гламурных российских игроков. Пристегните ремни, сейчас начнется турбулентность нереального пафоса. Валерий Карпин и Александр Мостовой Наверное, самыми важными персонами российского футбола рубежа веков можно считать Валерия Карпина и Александра Мостового. Необделенные внешними данными, игроки успешно выступали в Ла Лиге. Их пути пересеклись в 97-м в Сельте, где и начались невероятные пиренейские тусовки. Парни зажигали в ночных клубах, танцевали в компаниях полуголых девушек и ужинали в самых дорогих ресторанах. Время от времени к ним, кстати, присоединялся Игорь Шалимов, приезжавший из Италии погостить. О нем еще поговорим. При этом, будучи игроком, Карпин начал заниматься бизнесом и к 2005 году владел успешной строительной компанией, которая являлась титульным спонсором велокоманды Хосебио Галисия. А Мостовой, в свою очередь, без сожаления ушел на футбольную пенсию, оставаясь частым гостем на гламурных московских тусовках и по совместительству востребованным экспертом на ТВ. Дмитрий Тарасов. Тот случай, когда на имидже футболиста сказалось влияние супруги. В 2012 году Дмитрий Тарасов женился на Ольге Бузовой и понеслось. Регулярные тренировки сменились светскими приемами, пышными банкетами и грандиозными вечеринками. А пацанская простота утонула в гламурных джакузи с шампанским, со всеми вытекающими, типа машин, часов и прочих атрибутов красивой жизни. Тем не менее, долгое время класс Тарасова как игрока не менялся. Он оставался одним из лучших футболистов Лока и не поехал со сборной на Мундиаль в Бразилию только из-за травмы. Но в 2016-м пара с обложек официально разорвала отношения, а пафос в жизни Тарасова остался на прежнем уровне. И именно поэтому уровень выступлений постепенно падал. Сейчас Тарасов яркий пример огромного футбольного потенциала, который так и не был реализован. Дмитрий Булыкин и Руслан Нигматуллин. Офицер РФС по профилактике договорных матчей и элитный клубный диджей. Булыкин и Нигматуллин умели покутить на славу. Являясь игроком московского Динамо, Дмитрий Булыкин был завсегдатаем ночных клубов, куда эффектно прикатывал на своем новеньком БМВ. Также нередко Булыкин светился на ТВ, вплоть до программы «Сто к одному», а еще снялся в клипе группы «Рефлекс» на песню «Нон-стоп». В Голландии и Германии российский великан не изменял себе, проводя досуг в фешеневельных европейских ресторанах. И только по завершении карьеры немного поумерил гламурный пыл. Коллега Булыкина по сборной Руслан Нигматуллин в 2002 году гремел на всю Европу, когда его переход в Верону был расследован известным изданием журнале. СМИ утверждали, что Руслан и его агент сотрудничают с мафией, а трансфер был спланирован как четкая операция по отмыванию денег. Сам вратарь тогда вышел на поле лишь раз. После возвращения в Россию он регулярно появлялся на престижных кинопремиях, а также развивал бизнес и занимался спортивной журналистикой. После завершения карьеры Руслан стал диджеем. Не столько культовым, сколько известным благодаря футбольному прошлому. Но как бы то ни было, идеальный вариант для пенсии игрока, который всегда стремился к пафосу и стилю. Александр Киржаков. Лучший бомбардир российского футбола. Александр Киржаков никогда не чурался роскоши. Будучи молодым футболистом питерского «Зенита», он приобрел новенький BMW X5, который, правда, был настолько приметным, что в итоге его угнали. А еще Александр стал писателем. Не сразу, не после. И даже не на излете, а на пике карьеры. В его первой автобиографии, да-да, у Киржакова не одна книга, под названием «До шестнадцати и старше», Саша поведал путь молодой звезды футбола во всех подробностях. И хотя клубная и светская жизнь, естественно, в ту эпоху были в самом разгаре, Киржаков не забывал и о бизнесе. В 2005-м он открыл два кафе русской кухни под названием «Лукоморье», которые находились в историческом центре Питера. Далее были съемки в кино, приглашения в различные телепередачи и два невероятных контракта. В 2011-м году Александр подписал соглашение с «Адидас». В январе следующего года официально стал лицом бренда «Армани», о чем было торжественно объявлено на показе новой коллекции в Милане. Андрей Аршавин. До переезда на «Туманный Альбион» Андрей Аршавин пребывал в образе простого футбольного работяги, который вот-вот покорит Европу. Но после триумфального Евро 2008-го года форвард Зенита перебрался в Арсенал, и жизнь пошла по-другому. С первых же дней яркая и расслабленная лондонская повседневность накрыла футболиста с головой. Ночные клубы стали привычным пунктом в расписании, сразу после пабов и прямо перед утренней тренировкой. А видео, когда в 2013-м году нетрезвый Шава не прошел фейс-контроль в ночной клуб, облетело сайты всех топовых мировых таблоидов. Тогда же разразился грандиозный скандал, следствием которого стало возвращение в Зенит, ну и последующее постепенное футбольное увядание. Также ни для кого не секрет, что Аршавин обожает роскошные автомобили. В той же Англии он приобрел Porsche Panamera Turbo Executive с 550 лошадками под капотом за 170 тысяч евро. Вот это уровень. Игорь Шалимов Молодость нужно прожить так, чтобы сравнение с тобой звучало словно комплимент. Поэтому Игорь Шалимов в 90-е был самым известным в Европе российским легионером. Тогда экс-тренер Краснодара выступал за Миланский Интер и в Милане отжигал совсем не по-детски. Получая по 110 тысяч евро в месяц, талантливый полузащитник не отказывал себе ни в чем. Сперва он арендовал роскошную виллу по соседству с легендой мира моды Джанни Версачи. А позже стал его постоянным клиентом. Следом Шалимов вошел в богемную тусовку Нерадзори. На закрытых вечеринках Игорь кутил с Джо Пэши, Маклом Китоном и Умой Турман. Вот что футболист сам говорил о своих похождениях за пределами футбольного поля. «Мне нравился мой новый клуб, новый город, новая жизнь. Нравилось быть звездой. Я развлекался, посещая дискотеки и прочие места. Какие, в общем-то, и должен посещать молодой человек в моем возрасте». Иван Саенко Иван Саенко, по словам Романа Павлюченко, всегда выглядел как бомж. Но это не мешало игроку пожинать плоды, славы и отдыхать на широкую ногу в самых дорогих заведениях. Еще в Германии он познакомился с Филиппом Киркоровым, детей которого в какой-то момент якобы даже тренировал. А главное, сын Киркорова назван в честь старшего сына Саенко, Мартин. А после Евро 2008 года в качестве открытия турнира Иван перешел в московский «Спартак», получив, как сам признавался, зарплату мечты. И тут уж гламур перебарывал пафос. И наоборот. Заработав на футболе, по оценкам экспертов, 10 миллионов евро, Саенко завершил карьеру в 29 лет. Не справившись с задачей долгого восстановления после тяжелой травмы. Покинув большой футбол, Иван вложил чуть ли не все накопления в африканский строительный бизнес приятеля, и ставка прогорела. Но горький опыт, видимо, ничему не научил. Вскоре после случилась еще одна инвестиция. 150 миллионов рублей в проект нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. Снова мимо. Но Иван не унывает, довольствуясь обществом своей известной супруги Юлии, которая носит титул «Миссис Топ Мира 2016». Федор Смолов Федор Смолов с первых шагов в большом спорте решил примерить на себя имидж звезды мирового масштаба. Еще будучи игроком «Динамо», «Форвард» совсем не избегал модных вечеринок. А после переезда в Голландию к его хобби добавились дорогие машины и, естественно, роскошные девушки. Вернувшись на родину, Федя закрутил роман с «Мисс Россией» 2003 года. Виктории Лопыревой. Пышные приемы не заставили себя долго ждать. Также Смолов встречался с моделью Софии Никичук, а в данный момент строит отношения с внучкой Бориса Ельцина. В 2018 году нападающий Сельта на своем BMW X5 попал в серьезное ДТП, после чего скрылся с места преступления. Добавим к этому многомиллионные рекламные контракты с Битц, Найк и Джилет и получим одного из самых гламурных представителей за всю историю российского футбола. Дмитрий Сычев Если бы не травмы, Дмитрий Сычев точно встал бы в один ряд с Андреем Аршавиным. Являясь одним из самых молодых и перспективных игроков чемпионата России, Дима отправился покорять Францию, а именно Марсельский Олимпик. На побережье жизнь простого мальчишки из Омска забила ключом. Однако самый расцвет гламура пришелся на возвращение в РПЛ. В 2005 году на церемонии MTV Music Awards Сычев исполнил песню о футболе в качестве почетного гостя. Спустя два года форвард локомотива снялся в сериале «Наша Раша», а также появился в картине самый лучший фильм. В это же время Дмитрий подписывает соглашение с брендом Puma и открывает в столице ресторан «Роса Бьянка Кафе». Позже будет концерт в Минске под названием «Лучший диджей в Лиге Чемпионов» и съемка в рекламе Pepsi. Сычев образец грамотного гламура, который никак не мешал его профессиональной карьере. Александр Кокорин и Павел Мамаев Два золотых мальчика российского футбола. Александр Кокорин и Павел Мамаев давно нашумели на первую позицию в этом топе. Недаром в Википедии про каждого написано «Один из самых скандальных футболистов России». До 2012 года их совместные тусовки не становились достоянием общественности. Однако после отдыха в Майами появилась противоречивая фотография, о которой шутили на самый разный манер. Долго и настойчиво. А после перехода Саши в Анжи, а Павла в Краснодар, игроки обзавелись внушительным автопарком. От простенького по их меркам Lamborghini Aventador до Mercedes MB AMG G65 с тюнингом от Mansori за 60 миллионов евро. Ну и все, конечно, помнят, как после вылета с евро 2016 года любители серьезных понтов и красивых девушек закатили вечеринку в отеле Twigo с гимном и шампанским. Два года назад закадычные друзья очень громко отметили 10 лет дружбы и попали в историю, о которой не очень хочется вспоминать. Недавний штраф Кокорина за нарушение режима вроде бы говорит о том, что от привычки жить красиво сложно избавиться. С другой стороны, Кокорин в отличной форме забивает и явно будет забивать. К тому же, каждый имеет право проводить свободное время на том уровне пафоса, на котором может себе позволить. На этом все. Не забывайте подписываться на канал. И помните, большие деньги и дорогие покупки не делают из вас хорошего футболиста. С вами был канал Аспорте ТВ. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok